мы приехали в роттердам сейчас никита пошел узнавать короче едем сегодня в амстердам у нас тоже должен быть фликс бус вот это никита сказал что на берлин а у нас как раз отправка с станции г.г. ввп ребята вот поэтому ждем сейчас должен подъехать через минут 15 у нас уже отправление то есть через минут 5 думаю он уже должен прям приехать чтобы люди садились и вот такое здание интересное знаете вот мы вам не говорили но по вообще нидерландом когда вот мы ездили в городах гага роттердам очень много зданий которые капец как похожи на здание из фильмов про нью-йорк например пусть а вот реально архитектура едешь смотришь и такое чувство как будто ты в нью-йорке и и высокие домики на берлин всем привет здесь амстердам приводить приводить понимают мы приехали наконец-то в амстердам вот вышли на вокзале каком-то да идем в сторону центра выбрали пункт назначения как музей проституции я думаю там туда не какой-то там искусство еще чего-то сразу по делу искусство за каким искусством за искусством в лувр в париж можно поехать посмотреть в амстердам не за искусством ездят с погодой но это как бы ну не факт что мы даже в этот музей пойдем просто это как . ну то есть там центр и я вел вообще просто улицы красных фонарей сразу и мне сразу этот музей я был туда там просто как бы вокруг этой улицы весь движняк и происходит с центр там и так далее то есть там все и надо смотреть пробовать и так далее с погоды нам капец как повезло до пророчила погода дожди всю неделю прям холод солнце тепло вообще кайф вот никогда нельзя верить погоде мы конечно еще не зашли до нашего пункта куда мы идем на главную улицу но уже и начинают по чуть-чуть такое вот интересное место появляется движ движка это вайбы центральной части города да но людей кстати не так много сейчас может там дальше пойдем будет много но вот мы шли короче пока они как бы ну наверное не красный окраиной но там типа и было немного людей вот мы шли как-то ну потому что четверг утро все на работе посмотрим как будет именно в туристических местах наверное там будут люди я думаю что супер много потому что ну сама стала четверг рабочий день время такое турист 12 часов все там посмотрим шли мы шли и не наткнулись на рай для школьника короче магазин где продают только чипсы газировку и желатиновые эти и желатиновые конфеты саванап черри ни хрена себе короче мы зашли просто посмотреть на всякие эти не знаю или может такой помять пока что не хочу ударить а стакс ничего себе кого не видел прингл с кетчупом ни хера все таки не прошли мимо этого школьного магазина и купили фанту со вкусом ягод лесных наверно очень вкусно я уже попробовал попробуй ты три евро 15 слотых а за маленькую фанту это очень дорого она реально очень вкусная синего цвета прям вообще а тут смотри мы уже выходим почти на главную улицу начались палаточки да вот нам нужно обязательно попробовать бутерброд с селедкой не знали он тут будет уж это именно гагский там написано что в гаге они очень были популярны а вот это скорее всего и они сейчас поглядим так а вот тут уже начинается это я так понимаю театр этого года life секс театр короче там театр секса занимаются сексом люди на сцене короче тут уже начинаются всякие интересные места суши тут снимать там можно комнаты сдаются суши на наверное они камеру лучше спрячь так с улицы красных фонарей мы выбежали тут нашу камеру не спалили и идем тут рядом с этой улицей за дыр на речке стоят домики а это короче дома на воде и там живут люди прикол я думаю что это какое-то конечно дешевое жилье для тех у кого сильно много денежек нету но сам факт кто-то выходит интересный на кота дед на воде живет прикольно даже интересно как они как ну электричество то подводится понятно все это но вообще явление интересно никогда так и очень увидел вот прям такой домик из какого-то это пенопласта на воде так значит мы тут проголодались и решили чего-нибудь да перекусить только хотелось бы нам чего-то такого уличного что-то такое мы идем там обойдем что-то такое вот уличная типа бутербродика или там уход долго но чтобы это было именно нидерландская мы видели один селёдки ларёчек но вот мы не помним где он хотелось бы попробовать их бутерброды с селёдкой вот поэтому уходим бродим ищем куда нам зайти покушать и вот как раз вышли на какую-то такую площадь интересную я даже не знаю как она называется чтобы вам сказать ну лица вот дам центру перейдем о смотри а тут в музей какой-то мадам тисо мы хотели по моему нет не такой как бресте в обонюшке ну да капец хорошо выглядит прям машина на коже вот эти вот все такие подошел чувак и сказал что у меня очень крутые кроссовки и спросил где их покупала я сказала в польше так зашли мы все-таки в этот музейчик купим два билета 25 евро стоит для детей 21 mix it up as a top DJ and watch your crowd go wild и 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 ну и о стоит красавец молодой Молодой. Смотри, какая текстура. Не, ну это тебе не московые фигуры в Бресте. Ну, прям смотри, как он. Реально, иногда чувствую, что он реально живой. Невысокий какой-то он, да? Думал, он выше. Ты что, не поломай юб-то Джека Воробья. Ну. О! Ой, как они тут стоят. О! Николас Кейдж. Лучший актер Голливуда. Леди Гага. Вообще невысокая. Еще и на каблуках. Сфоткать ее? Так. Дженнифер Лоуренс, по-моему. Опа. Вот это я понимаю фигура. Не то что ваша. Или Шрек? А, это типа ты Шрек? Всего-то классная. Марлин Моно. А вот там вижу стой. Каннибал Лектор. Джеймс Бонд. Карли Чаплин. Везде спорта какие-то тут уже пошли. Вернусь к Кристине. Идем, а что дальше пройдем? Тут еще можно шли. Монро. Бабуля Марлин. Кстати, как раз вышел этот фильм на Нетфликсе. Блондинка. Да? Да. Надо посмотреть. Про Мерлин Монро. И у него этого фильма рейтинг типа 18 плюс R. Типа со всеми там всякими этими. Ну, короче, все по жести. А тут что? Ой-ой-ой. Please stand here. Попали мы в такую комнату. И знаете, что я вам скажу? Я думала, что эта девочка спит, фоткается. А это тоже восковая фигура. Я когда зашла в комнату, подумала, что эта девочка фоткается. Пам-пам-пам. Нам сюда, да? Район Европы. Район Европы. Район Европы. Он тоже такой ничего. Страшный. Ну, не. Здесь он симпатный. Ну, да. Такой небледный, как он. Меса в интернете смотрят. Такой бледнющий вообще. Элвис. А, это же этот. Бибер. Тоже низенький, ну. Ариана Грант. Какая-то она не такая. Ну, тоже мелкая. Ну, все какие-то такие низенькие. Ну. Меркель. Меркель. Обема. Ой, это штука. Какая-то она тут странная. Трамп. А Байден нету, кстати. Что-то его тут не уважили, не поставили ему фигуру. Президент мира будет? Думаю, нет. Хотя, посмотрим. Какой усатый дед. Ой, там какой-то железный человек снизу стоит. Так вот, какие-то короли. Так вот, какие-то маленькие. почти ой комиксы это первые выпуски комиксов всех а нет я думал настоящие лежат от этого все началось все эти войны бесконечности пошел-пошел китаец поднимать сейчас позеленеет еще на курица позеленеет будет вообще один в один крис хэмсворт стоит тор там америка это нам не интересны осаду халк модный ну как тебе в общем музейчик классно правда прикольно очень реалистично сделано вот я говорю я некоторых которых не знала вот актеров там знаменитостей воспринимала как люди сидит баба короче тут возле барные стойки которая канал дженнер я вообще не узнала проходила вы думала что за дело и вот сразу в голове мысль что типа извините извините не классный музей вообще прям когда-то в бресте приезжал я не знаю кто может кто-то видел этот влог но это вообще это просто смех какой-то был она здесь прям круто сделано смотри какие прикольные эти на вход продав ну да dark side welcome добро пожаловать на темную сторону прикольно ну классный но ты играешь конечно согласен на оскар иногда значит ручки на выходе еще сделан наверное увеличенная версия потому что как бы простите какие-то маленькие большие и папа джей ло и очень большая музей балдежный классный вообще мне конечно было немножко маловато как будто вот фигур хотелось бы чтобы было намного больше на понимаешь это невозможно просто там четыре этажа ну короче вообще классно вот тут смотри стоит смерть с косяком мы зашли в такую кафешку прям по улице шли 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 и зашли в общем а меню нету заказали мы по блинчику вот такому там с беконом сыром да это он был помечен как региональное блюдо вот решили взять но это блин просто он не свернута вот так вот как выглядит как пицца и получается тут помидор бекон сыра и вот это по ходу испаржи что-то такое было написано будем пробовать еще мы взяли пиво именно тоже типа голландское вот названием обычное пиво светлое я объелась я не съела все вне где-то 1 5 осталось только вроде блинчик с виду не это небольшой да мне кажется если бы он был свернут в квадратик знаешь как сворачивать мне кажется я бы тогда съела за а ты просто по чуть-чуть ешь 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 и успеваешь насытиться так будто быстро закинулся и потом ты насыщение пришло бы вот сейчас гуляем у нас где-то еще часа три до отъезда час надо взять тебя в запас чтобы дойти до места отправления вот поэтому гуляем пока что по такой улице два часика у нас есть на все про все сейчас пойдем еще раз на улицу красных фонарей расскажу вам немножко мою боль я расстроилась потому что на улице красных фонарей все было закрыто ни одна девочка не стояла на витрине а я ради этого сюда ехала посмотреть а все было закрыто и написано интернете что по ходу них перерыв какой-то было либо они вот сейчас вечерком что они вечером с 11 поэтому опять направляемся туда там снимать нельзя там не знаю если снимаю что там уже охрана выбегает повяжет и еще дербки депортацию влейка но это такой же амстердамский попытайтесь догадаться куда мы пришли а я не знаю нас не заблочит если вот это покажу 9 евро вход секс-музей если кто не догадался сейчас будем смотреть на историю как кто кого и в какой позе мы конечно понимаем что вам интересно все показали но боюсь не пропустить на свету вон это замки на трусы это вот самое самое такое которое можно наверное показать и боюсь даже вертеть тут конечно тут крутят всех так на всяких частях тела ужас ужас но на телефон мы наснимали себе с музеем и вышли впечатлениями нам очень понравилось если мы вышли нас ловила девочка она был она походу ребята чуть наш весь влог не удалили короче не знаю ли вы видели как там сейчас резко оборвался кадр идем мы идем кристина снимает влог рассказывает ну вы только что ведь главное что я думаю но тихий переулок и кристина идет а я иду смотрю в окна вот так и девки и вот так удивленно на меня смотрят и я на них потому что я их не ожидал тут увидеть а мы оказывается уже зашли на улицу красных фонарей мы как-то гуляли гуляли и незаметно на нее завернули кристина идет снимает влог а там же нельзя вообще снимать ничего они поэтому удивлены на меня смотрят я на них вот так и только я успел сообразить что кристина выключай камеру мы типа ну там где нельзя снимать и уже подскакивает какая-то тетка уже сразу типа но увидел вот и дуэн делить это плиз типа ну удаляй удаляете типа это а я горюсь больше ну нельзя на этой камере а тут прям еще понимаешь ох ты иkur можно удалить только полностью фоматнуть всю камеру типа нельзя выбора меня регионы дурачка ф 꽝ш were и шут dud можно удалить только опис Danу подключите по шнуру компьютеру и там поудаляют и ягเรา что мы ничего не успели заснять мы такого как шли типа все она короче говорить ну все смотрите типа прячь камеру в карман и ни с каким случ this не снимайте потому что нельзя типа девочки типа стесняются не хотят но я думаю она по нашим лицам поняла что я была расстроена потому что днем вообще ничего не было а там каждый переулочек зайдешь там и так и себя да все мы уже зашли там уже девочки по полной работают по окошках стоят всякие разные разные национальности внешности на любите хотите найдете черные белые маленькие высокие толстые худые подкачанные не накаченные силиконовые нас натуральные молодые старые вообще какие угодно есть нас и стоят заманю дверьки открываются так иду с кристины с руку она мне да и сейчас кстати не все было открыто не все окошки были открыты но лучше чем было днем днем общине многие были и уже ну короче почти все были и там девочек идешь один раз она стоит назад идешь уже нет уже пустой сидушкой на работу так и мы пришли как раз вот к селедке мы должны попробовать эту селедку бутерброды селедкой надо наверное спросить нам посоветует бутерброда селедкой луком и огурцом сейчас попробуем национальное вот это национальный бутерброд надо куда-нибудь отойти да так чтобы на можно было выбрать какая булка будет белая темная мы взяли беленькую ну вкусно но селедка похоже на белорусскую или совсем другая отличается чем там уже ну как будто и отличается даже не могу сказать она польского похоже это невкусную которую не на невкусную не очень нормально не знаю подлежавшая она уже такой район тут столько людей ходит она там не успевает наверно залежаться ну как перекус нормально да ну пойдет второй раз вряд ли бы я брал но раз написано что ты национальная но надо было попробовать стоит очень 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 много желаем день велосипедистов я как бы вроде это знал но никогда пока не увидишь не их не представишь насколько насколько тут эти этот вид транспорта распространен очень стрёмно ходить как два они реально так страшно ну что дамы и господа уже вернулись в амстердам ой вернулись вернулись в роттердам мы так устали нам так ноги болят мы столько находили я так считала ну где-то километров сколько с нашим стыдящим образом жизни сколько бы не находить уже мне кажется километров 20 мы напилили потому что туда обратно мы же пешком везде ходили по 5 километров 5 километров было только от места куда мы приехали до центра потом это еще столько же обратно еще сколько по центру мы там ходили по центру очень много часов проходили мы все время лазили где-то вот как тебе впечатление а не ну прикольно прикольно классно веселушный город конечно много чего там интересного и стоит посетить и надо еще раз ехать потому что мы там чтобы оставаться на ночь и еще ночью погулять по улице красных фонарей очень хочется ночью прогуляться мне кажется там совсем другой вайп и атмосфера но там и и рекомендуют я читал рекомендуют вот с 11 вечера туда приходите там сам эти подвиж начинаются там уже бабки эти на витринок наверное дерутся за клиентов ну короче классно классно не в последний раз я думаю еще приедем вот ну что ж прощаемся с вами всем спокойной ночь ставьте лайки подписывайтесь на канал всем всем пока